По благословению Высокопресвящения Шалады Киегория мне в этом году посчастливилось принять приглашение от Минского братства святителя Николая посетить город Иерусалим и те святые места, где когда-то в далекой древности сам ходил Христос, Божья Матерь и апостолы. Мы с пятницы на субботу, с Великой Пятницы на Великую Субботу, мы вылетаем из аэропорта Минского в Иерусалим на то, чтобы быть на богослужении в Храме Господнем, в воскресенье Господня, на гроб Господень сходит ежегодно в Великую Субботу благодатный огонь. На этой службе планируем быть. Уже несколько лет подряд по благословению священно-началия священство привозят из Иерусалима вечером уже Великой Субботы накануне богослужения Пасхального привозят благодатный огонь. Ну и, соответственно, надеемся, что и в наш храм будет привезен благодатный огонь к богослужению Пасхальному, а по окончанию богослужения будет роздан всем верующим, которые в этот день, в эту ночь, вернее, будут находиться в нашем храме. Привези домой, если есть дома лампада, возжечь от этого огонька лампаду, помолиться, обязательно помолиться, пропеть хотя бы тропарь воскресный, воскресенье Христова, Пасхальный тропарь, Христос воскресе трижды, пропеть. Ну, если есть желание, вместе со свечечкой обойти, с горящей свечечкой, квартиру и пропеть этот тропарь пасхальный, помолиться, поблагодарить Бога, поблагодарить Его за то, что еще дает возможность к исправлению, жизнь продлевается наша здесь, на земле, что Он ждет нас, что Он любит нас. То есть, как бы, себя человек настраивает именно на такое общение между собой и Богом, потому что, к сожалению, очень многие люди, они относятся к вере, в том числе и к православной вере, как к источнику неких временных благ, забывая о том, что самое основное в вере – это достижение вечности и достижение спасения. То есть, что такое спасение? Состояние обожжения. Человек становится по благодати Христовой, становится Богом и начинается этот процесс уже в этой жизни. А в вечности он продолжается до бесконечности, то есть развитие идет до бесконечности. Вот, собственно, в этом смысл и, в частности, благодатного огня, частичка благодати, которая сверхъестественным способом подается Богом, на гроб Господень от Патриарха Иерусалимского возжигаются свечи и огонь у других присутствующих в Храме Господнем, и затем это развозится по всему миру.